так друзья знаете где мы находимся вот мы с вами железо и вы находитесь на плотине майнской газ она небольшая я по кусочек покажу вот так вот наверно она небольшая перепад всего несколько метров вот когда-то ее не было и было два разных государства даже помню когда хакасия от красавского края чуть ли не собиралась отделиться да здесь уже хотели поставить таможенный пост да но так как мы садоводы будем говорить только об одном пока не было этого моста связь осуществлялась паромом движение было вот сейчас видите машины ездят а движение было такое в одна машина в час идешь пешком с красного хутора 10 километров вот одна машина в час это не подберет но мы садоводы вот сейчас картина стала намного хуже чем была 10 и особенно 20 лет назад этого расцвет садоводства вот и прошло время я все это проанализировал осознал проверил пощупал понюхал лизнул вот попробовал каждый плод который представлял ценность для сибири и теперь делюсь с вами и так давайте-ка мы по порядку ну конечно абрикосы абрикосовый край абрикосовый рай вот справа вы видите это поселок сезая амаста не было а паром не всегда был я на резиновой лодке это сейчас в этом году нету воды потому что дичай дичайшая экзасха была а когда-то он был настолько полноводный что переплыть по нему представлял определенный риск надо было быть таким отчаянным и так любить этот красный хутор чтобы переплывать не все на лодке и вот сейчас разница как-то сглаживается несколько десятков абрикосовых деревьев на всю сезую да в этом году как они плодоносили какой урожай еще был несколько десятков половина моих я их показывал фильмах разговаривал с хозяевами как меня благодарили а слева поселок майна а это майна старая деревня не сказал старинная не знаю сколько лет вот и там расцвет садоводства пришелся и когда я сюда приехал здесь были сотни сотни целом местами десятки абрикосов осень оранжевая улицы от плодов абрикосов гребила в глазах потом взялись люди начали много много читать как глоток свежего воздуха брал я в руки журнал при саде хозяйства меня руки тряслись откуда мне туда было знать сообщает а идиотская агротехника привела к тому что люди своими руками не все же 90 процентов деревья а замены уже не было пришел импорт ура узбекистан таджикистан целая садовая мафия вот это было и сейчас есть еще абрикосы в этом году наверное я проезжая по трассе я видел несколько десятков деревьев полных несколько десятков бедер полных абрикосов на рынке за все время я видел несколько сотен абрикосов вот что было то было и наконец этот год для подведения итогов только по той причине что никогда такого урожая еще не было за все все годы никогда никогда вот все я в жизни видел и урожая огромный урожая рекордно мне давали отдельно деревья 25 люди был рекорд 30 люди был правда не зафиксированный но примерно 40 люди но это манджурцы вот что в этом году творилось не только у меня люди жаловались не дали что с ними делать брали все равно плохо на рынке простоят 10 5 ведер 5 купят 5 сгниют это депрессивный регион гигантские мирового уровня предприятия а денег нет у людей это это нормально это есть наша жизнь всех накормим но все своих нет и вот получается следующее небольшой такой обзор начиналось все это когда я сюда приехал вот я сразу обнаружил вишни не просто вишни но вишни степны это было нормально и всего очень нормально и было всегда полно у нас и бы сейчас было бы полно но люди потеряли интересно не как-то незаметно исчезли современных построек приусадебных участков остались на заброшенных дачах собирает бомжи в основном или просто бедные люди собирают и на рынок этого добра много мелкие несъедобные невкусные высокий компот и варенье прекрасно подойдут это было вот обнаружил я вишни штамповые это чудо и сейчас это невероятнейший урожай почему я с них на них начал говорить вот они не имеют аналогов во всей россии почему пусть будет это первая тема я был на конференции где меня лишили слова сильно много я хотел сказать и как сказать поперек против шерсти науки меня лишили слова правильно нечего вот усовываться вот зачем людям знать горькую правду и вот тогда вот тогда уступал товарищ который сказал это везде и всюду гибнут 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 а практически погибли вишневые сады а чем они были хороши именно в европе потому что им удержу нету они раздражаются как это самое как сорняки лезут лезут только не поленись откопай перенеси на соседний участок откопай перенеси за какие-то десятки с лет они все победили все еще и россию везде и всюду гул пчел села были сейчас в селах нет садов сейчас только дачники занимаются вот почти нет и гул пчел гигантские белые пятна вместо это если смотреть самолета все белое это не видно все это пропало что дальше вот все это надо восстанавливать я бы не стал заводить разговорами на них если бы вдруг у меня будет вебинар понедельник сегодня двадцать третье кажется вебинар когда ну как какой декабря двадцать третье если сегодня опять субботу субботу что ли на вебинар если двадцать то и понедельник и вот там я покажу это самое браво на значит берется огромные деньги огромные миллионы просто это вырастить огромные вишневый сад причем я вижу посмотрел в интернете что из себя представляет это самое фермерское хозяйство которое потратит огромные деньги и должно вырастить огромный сад вишневый не имеющий аналогов современной россии что вы там думаете до сих пор они занимались хвойниками господи опыта нет почему все погибло в россии за последние десятки лет они не знают какие саженцы они наверное где-то закупят кто-то хорошо заработает саженцы всегда делались так полтора метра голый штамп искалечены одни раны вместо веток и только верхушки торчат немного немного веток или немного листьев это кошмар это что-то не это вот это все неправильно это все полудохлое полусмертельное я вот подумал подумал скажу лишний раз никто мне не послушать деньги будут это звать сосвойны никаких сверх супер рожаев там не будет супер рожает а вот у меня десяток деревьев которая каждый год дает столько что я лучшие годы по три литрова под три трехлитровые банки вишневая собирал коста чек вот я мог бы накормить действительно все россии можно было заложить настоящие сады только сибири перенести туда в европу и все будет потому что там деревья больны все все это знают все сады знают наука как они неужели они правда закупят эти тысячи саженцев ни на что не годных и заранее искалеченных в этих самых питомниках вот и наконец они не догадываются и ждать не могут про сибирь про наши эти самые феноменальные вишни ну и так далее вот такой вот по вишням ну вишни для полноты картин еще волочные у нас их всегда было некуда девать никогда не могли собрать весь урожай ну соберешь ведро два ну куда дальше то вот зимостойки невероятно урожайные невероятно вот это есть волочные вишни я про них часто рассказывал часто снимал фильмы на вебинарах рассказал вы все это уже знаете вот когда-то я попробовал заняться вишней песчаной вырастил долго плевался когда нас так когда она созрела понял что интереса нет я тогда не знал что использовать как подвой для абрикоса причем один самое страшное что когда тиражировали к сотнях тысяч абрикосов привитых на если брать за все годы привитых на волочную на эту на песчаную вишню это страшно ребята я может сказать эти 40 лет посвятил тому чтобы в том числе найти хоть одно взрослая абрикос плодосящий на волочной вишне ой на степной вишне и все и не нашел и не найду это одна из страшных лохотронов официально этих самых потому что все это есть это даже не скрывается вот результаты только нет вот это все вишни какие мы можем себе представить степную вот самое главное ту сибирскую штамбу я так назвал ученые которым обращался ничего они не знают вот откуда взялась наверно столыпинских переселенцев вот вот там ниже 10 километров ровно отсюда и налево красный хутор если бы наука я заканчиваю короткий разговор если бы наука захотела сюда бы приехал специальная экспедиция осенью собрала бы все эти десятки если не сотни тысяч лучше сотни тысяч плодов выковырялась каждой косточку и все это увезла в европу и это надо делать по-настоящему серьезно и не какой то там это который возьмет огромный грант и наверняка погубит этот вишневый сад потому что у них нет маточного сада он есть у меня но кому я нужен вот я продаю вишневые косточки ну так по чуть-чуть вот примерно сегодня завтра я буду их статифицировать почему конец декабря пора вот каждого вишни растет огромное количество много вернее не огромное по этих самое корневых отводков метр отводок метр отводок это их ноги из них делаются саженцы делаются специально перу бальца поповина немножко зарачивается пожалуйста это может быть прекрасная вишня пусть не очень точнее кислая но много не съешь но видел я людей которые едят горстями сибиряки они слащие морковки ничего не ели из наших из отечественных культур вот так ну что начали вишни закончил вишни начал ножка с абрикоса но про абрикоса столько рассказывал а дальше сейчас уже замерзаю в машине я в машине сижу пробовал там на берегу инисея но что-то быстро замерз вот к вечеру уже минус двадцать а завтра уже минус тридцать опять морозы вернулись всего два дня было вот теперь такая вот теперь все равно минус и пока все сейчас мы с вами ненадолго расстанемся вот про этот феномен мощное штамбово-вишневые деревья никто практически не знает